Сейчас в нашей стране новый тренд. Городские жители едут возрождать брошенные села, которых, к сожалению, очень много в регионах. Причем поднимают русскую глубинку самые разные люди. И по образованию, и по достатку. Что же движет этими энтузиастами? Патриотический порыв или стремление заработать? Как в глуши на пустом месте можно построить успешный бизнес? И кому, как выяснилось, совсем не нужен этот деревенский ренессанс? Сельская новь. Специальный репортаж Андрея Гордеева. В нем не осталось и намека на прежнюю жизнь. Забыта фирма в Марселе и давно пустил миллионный банковский счет. И разговоры давно уже не о котировках и курсах. Ну это гуся там делают. У нас есть и взрослые, но они сейчас пока, чтобы у них не было конфликта. Вот, и хоть деньги. Во Франции Геннадия Попова бросили в тюрьму и обвиняли в убийстве. Пять лет он доказывал свою невиновность и доказав, вернулся в Россию. Но то ли ухоженные поля Прованса не давали покоя, то ли что-то еще, но бывший бизнесмен стал друг фермером. Ставки делают. Здесь я три с половиной года, наверное, каждый год два раза в год хоронен. То есть, типа вот сейчас, вот в этом году все. Он не сможет справиться, людей у него нету. И все, на этом закроют. Людей у него и правда немного. Вот Александр Сергеевич из Украины. Без желания тут ничего не сделать. А это сене из Москвы. Все то, что я делаю делать, мне большей частью все удается. А местные делают вид, что знают не знают самого знаменитого земледельца района. Ничего не слышал, ни хорошего, ни плохого. Геннадий хотел поднять умирающую деревню, но тут выяснилось, ей лежа неплохо. И сколько ни кормил местных перспективами, смотрят на город. И предел их мечтаний. Карьера охранника в супермаркете. Самое-самое, охранник. Охранник, охранник и еще раз охранник. Он ничего не делает, а ему деньги платит. Городских переселенцев деревенские часто встречают враждебным. Понаехали тут. Местные-то оказываются вроде как за бортом. То есть это должно начинаться там. То есть если собрать пять русских женщин, разозлить их, направить в одну сторону, и они поймут, что делать, они свернут в город. Глеб Тюрин 20 лет назад вернулся из Америки в Архангельск, где прошло его детство. Договорившись с губернатором, он начал колесить по умирающим деревням. Устраивал тренинги, как выжить в новых условиях. Сначала его посылали по известному адресу, потом призадумались. Почти у всех исчезнувших деревень последних десятилетий история в общем одна. Обанкротился совхоз, настала работа, люди начали уезжать. Потом замок появился на двери клуба, наконец закрылась и школа, и вот уже вторая волна такой эмиграции. К этому всему дело шло и здесь, в Кижне. Но кто-то должен был заметить, это же готовый деревный музей. Осталось только придумать, как заманить сюда туристов. Они отремонтировали старую мельницу. Гордость, самая северная в мире. Открыли музей, экспонаты искать было не нужно, все на чердаках валялось. Обычно всегда говорят, звукка, это зыбка. Слово зыбь, от слова зыбь, да, ребёночка укачивали зыбком. Вопрос кормежских гостей решился сам собой. Экономисты, сотрудницы клуба оказались отлично готовят. А там имени отеля открылся, и постоянные клиенты пошли. Из Москвы едут в тур без мобильника. Радуется, что связи нет. Ну, это спокойно, никто не тревожит. Главный деревенский отельер Нина Николаевна, накормив постояльцев, торопится на репетицию. Задуманный праздник, и будет чем удивить городских гостей. Эк, морошка, ты, морошка, салатистый янтарёк. Эк, морошка, ты, морошка, подыхающий день. На другом конце Архангельской области в экскурсоводы записалась едва ли не полдеревня Марчихинская, ставшая национальным парком. Сюда охотно едут, пусть даже и по убитой дороге. Но где ещё люди в старых костюмах выглядят настоящими, а не вяженными? И потянулись обратно деревенские эмигранты из 90-х. Меньше уезжают и больше возвращаются. И есть перспектива. Во-первых, в национальном парке очень много рабочих мест. Во-первых. Во-вторых, стало интересно жить. Александр Антуфьев придумал сдавать туристам комнаты, а потом перешёл на вкусные сувениры. Его фирменные шпроты полюбились даже гостям из Латвии. Ко мне сюда приезжали, якушку покупали. Я над ним смеялся. Я говорю, у нас же своя вещь. В деревенской школе молодая директриса, бывшая ученица, вернулась из города. Ломает вот голову, как выбить денег на капитальный ремонт. Если не будет в деревне школы, то деревни тоже не будет. Ещё одну северную деревню Зазерья и в советские-то годы называли бесперспективной. А после совсем махнули рукой и прикрыли единственную на всю округу ферму. Коров увезли, а людям не объяснили, как жить-то, что делать-то. Они на утро встали, никто ничего понять не может. Люди стали спиваться с семьями. Тут неожиданно выяснилось, человеческая старость может стать деревенской молодостью. Дом-интернат для одиноких пенсионеров строили все вместе. И он теперь здесь – главное предприятие. И раз остановись, хотя бы. Вот я говорю, надо вот людей снимать, которые вот именно это делали. Они же все стесняются. Сейчас они не боятся переселенцев из города и с иронией вспоминают, как отмахивались от тех, кто носился с проектом дома, как с проектом спасения. В итоге построили же и дом, и жизнь новую. Андрей Гордеев, Валентин Лосев, Кристина Гершвельд, Ольга Муханова. Итоги дня.